Более тысячи одесситов прошли бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Центр по борьбе с пандемией COVID-19 и клиника Международного гуманитарного университета продолжают принимать граждан. По сути, сегодня это единственное место, куда могут обратиться одесситы и совершенно бесплатно пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Каждый день по записи сюда приходит около полусотни человек. Подробнее в нашем сюжете. Уже почти месяц от запросов и желающих пройти бесплатные тесты на COVID-19 в Центре по борьбе с пандемией и клинике Международного гуманитарного университета нет отбоя. Но чтобы люди меньше контактировали друг с другом и можно было продезинфицировать кабинет после каждого пациента, всех желающих принимают по предварительной записи в колл-центре. Поэтому за сутки врачи тестируют около полусотни человек на наличие антител к вирусу COVID-19. Сергей Васильевич Кивалова, Центр противодействия пандемии совместными усилиями Юридической Академии и Международного гуманитарного университета. Сегодня работает достаточно напряженно. Ежедневно к нам обращаются граждане города Одессы. Ежедневно мы проводим где-то порядка 50 тестов. Плюс еще люди обращаются просто за медицинской помощью, за консультацией. И это еще раз подтверждает, что инициатива была очень правильная, что тесты были куплены своевременно и они действительно эффективны. Уже научно доказано, что в большинстве случаев заболевание коронавирусом может проходить бессимптомно. Это особенно опасно для людей из зоны риска и пенсионеров. Люди пожилого возраста стараются максимально ограничить контакты, но не у каждого есть возможность находиться в абсолютной изоляции. Я поэтому и пришла, что легкие симптомы были. Я еще две недели назад списывалась, потому что очередь. Сейчас уже, конечно, все прошло, но на всякий случай, что мы общались с внучками и хотелось бы быть спокойной, что все нормально. Очень, конечно, хорошо, что есть такая возможность делать бесплатно для пенсионеров. Я положительно к этому отношусь, потому что всегда хорошо, когда есть возможность проверить себя лишний раз и не переживать о том, что ты болен и так далее. Я считаю, что эти тесты нужно проходить, потому что это достаточно влажно и коронавирус достаточно серьезная проблема для того, чтобы понимать, что это безопасно, безопасно для окружающих, для непосредственно своих уже родственников, тем, с кем ты контактируешь постоянно, чтобы понимать и для себя, что ты, к примеру, здоров и было все понятно. По инициативе почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова закупили 10 тысяч самых качественных экспресс-тестов мирового лидера по производству тест-систем. Они сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. По словам медиков, количество протестированных одесситов уже перешагнуло за тысячу. Это прекрасно, бесплатно, это прекрасно, особенно для пенсионеров, это вообще, где можно такие деньги взять, которые нужно платить в каких-то больницах и в поликлиниках, это прекрасно. Это выше всех похвал. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову. Он великое дело делает, всегда делал, делает, и я думаю, будет все дела хорошие делать. Тестирование, как уже говорилось, проводится абсолютно бесплатно. Вот, ни копейки государственных денег на это не было потрачено. Это принципиальная позиция Сергея Васильевича Кивалова. Вот, также мы параллельно создали отделение интенсивной терапии. Отделение оборудовано современной системой обеспечения кислородом, а также несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких эксперт-класса. Кроме того, палаты интенсивной терапии обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности пациента, уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом в случае его транспортировки. В палате также используются возможности телемедицины. В режиме реального времени врач сможет наблюдать за всеми изменениями и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций. Здесь мы можем одновременно оказывать медицинскую помощь двум пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии. Здесь есть современная система для обеспечения кислородом к пациентам. Также есть дыхательное оборудование новое, эксперт-класса, который позволяет обеспечить качественную поддержку людям, которых самостоятельно сложно дышать. Это прежде всего касается пациентов с пневмониями коронавирусными. Работа с аппаратами ИВЛ и другим медоборудованием, которое используется при лечении пациентов с вирусом COVID-19, требует определенных знаний и опыта. В связи с этим на базе университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета стартовали обучающие курсы для врачей, работающих в медучреждениях Одессы. Проект реализуется при участии докторов и кандидатов медицинских наук факультета после дипломного образования врачей. Также на базе клиники оборудованы палаты, совмещающие функции дневного стационара и физиотерапевтического кабинета, где смогут проходить реабилитацию пациенты, которые принесли коронавирусную инфекцию. Напомним, что пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета может любой желающий. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии полцентра 778-30. Запись проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.